Бутерин опроверг информацию о финансовых проблемах Ethereum Foundation, создатель крупнейшего по капитализации альткоина, заверил, что организация может просуществовать без необходимости в сокращении расходов в ближайшие несколько лет, когда Китай начнет тестировать свою криптовалюту. Дата уже известна, Народный банк Китая перейдет к фазе тестирования своей цифровой платежной системы до конца 2019 года. Для этого финансовый регулятор заключил партнерские соглашения с четырьмя коммерческими банками и тремя телекоммуникационными компаниями. Они должны будут разработать независимые стратегии внедрения цифровой валюты в экономику страны. Новая угроза для криптовалюты Ripple. Платежная сеть Gmarjan будет запущена в Японии новая система примет 80 коммерческих банков начиная с 2020 года. Она должна ускорить платежные операции и решить основные проблемы обмена данными. В США арестованы мошенники, присвоившие криптовалюту на 722 миллионов долларов. Трое граждан США арестованы по обвинению в присвоении криптовалюты инвесторов на сумму в 722 миллионов долларов. Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы и штраф размером до 250 тысяч долларов за кибермошенничество. В кошельке KipKi обнаружена уязвимость. Его взломали за 15 минут эксперты по безопасности биржи Kraken рассказали, что атака на аппаратное устройство обойдется злоумышленникам в 75 долларах. Несколько торговых площадок добавили функцию, позволяющую получать пассивный доход за хранение монеты. Токен Tezos подорожал более чем на 120% в течение месяца. На данный момент альткоин торгуется на отметке в 1 долларе 75 центах. Лишь за последние 24 часа его курс поднялся на 14,25%. Суточный объем торгов активом увеличился на 80% и достиг 124,5 миллионов долларов. Стоимость токена начала расти после того, как крупные биржи стали добавлять для монеты функцию стекинга. Она позволяет получать пассивный доход за хранение актива. В начале ноября о поддержке стекинга Tezos объявила Кайнбасса, после чего цена альткоина взлетела на 55%. Пользователи торговой платформы могут увеличивать количество токенов примерно на 5% в год, храня их на биржевом кошельке. 3 декабря о введении аналогичной функции для Tezos сообщила Binance, а после 12 декабря Kraken. На обеих площадках годовой доход за хранение токенов Tezos составит около 6%. Когда эфириум перестанет дешеветь. С лета альткоин потерял 61% от цены. Стоимость второй по капитализации криптовалюты опускалась ниже 142 долларов. Аналитик Айаш Джандал объяснил, что должно произойти для изменения тренда. Специалист предположил, что скоро эфириум может достигнуть отметок в 135 долларов и 132 доллара. Сейчас курс альткоина находится ниже уровня сопротивления в 144 долларах, и, вероятно, это не сможет его преодолеть, считает эксперт. Для изменения тренда активу необходимо подняться выше уровней в 147 долларах и 152 доллара. Однако на данный момент более возможный сценарий, это возобновление снижения стоимости монеты ниже 140 долларов, предупредил Джандал. Он отметил, что начальная поддержка составляет 138 долларов, если она не выдержит, курс опустится до 135 долларов. Любые дальнейшие движения могут привести к падению до 125 долларов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!